Здравствуйте, милые дамы и уважаемые джентльмены! Психологическое изучение таких важных психологических явлений, как ощущение, восприятие, является очень значимым в деятельности практического психолога. Ведь все познание человека начинается с ощущений и восприятий. И от того, насколько диапазон ощущений у данного человека расширен или наоборот сужен, насколько у него осуществляется точность или неточность восприятия, зависит, с одной стороны, освоение учебного материала, начиная в школе, в институте, а в последующем и изучение конкретного вида профессиональной деятельности. Поэтому психологу необходимо знать, как проявляет себя ощущение, восприятие, какие признаки этого проявления можно и нужно обнаруживать, и какой психологии накопился арсенал методов, с помощью которых можно эти явления, с одной стороны, регистрировать, а с другой стороны, их измерять. Итак, приступаем к рассмотрению нашего первого вопроса. Изучение особенностей, ощущений и восприятий человека. Цель изучения ощущений и восприятий – это, прежде всего, определение качественных характеристик образа, несущего информацию от отражаемого объекта. Ведь наша психика – это субъективный образ объективного мира. И поэтому, вот насколько этот образ адекватен, насколько он позволяет полно дать картину мира, насколько из отдельных ощущений строится целостное восприятие, и какие есть возможности у психолога по изучению как ощущений, так и восприятий человека. Итак, что выявляется при изучении ощущений? Как правило, это три основных главных параметра ощущений. Это минимальный нижний порог ощущений, ниже которого фактически ощущения прекращаются. Максимальный верхний порог ощущений, выше которого тоже органы чувств наши не воспринимают воздействие раздражителей. И третий – это порог различия, или его называют разностный порог. То есть, это та добавка к раздражителю, которую может воспринимать конкретный испытуемый. Где применяется, прежде всего, изучение вот этих закономерностей? Это для успешной работы на производстве, где очень важно измерение чувствительности анализаторов, что является залогом успешной профессиональной деятельности. В профессиях, где требуются, прежде всего, тонкие ручные навыки, развлечение оттенков ткани. Вот люди, которые долгое время работают с тканью, они могут определять до 20 оттенков только одного черного цвета. Далее, это используется и при дегустации вин. Ведь различий настолько много, что конечному результату, как бы, предела нет. Точно так же люди осуществляют дегустацию кофе, дегустацию табака и других продуктов. В учебном процессе – это основа овладения сложным учебным материалом. В спорте – это залог высокого развития мышечно-двигательной и вестибулярной чувствительности людей. А это, в свою очередь, является важнейшей предпосылкой к успешному овладению техникой сложных физических упражнений. Спортивные деятельности для любого спортсмена важны. Во-первых, точность движений, действий настолько отточены, что уже достигли уровня мастерства. И вот это и является как раз основой результативности спортивной деятельности. Далее, для вождения автомобиля – это определение отсутствия дальтонизма. Для водителя очень важно в любой ситуации, днем ли, ночью ли, четко видеть три основных сигнала – желтый, красный, зеленый. У дальтоника нет вот этой чувствительности. Цвета ощущения у них нарушена. И поэтому в отдельные моменты они не смогут отличить красный цвет от зеленого, а следовательно, это предпосылка уже для нарушений правил дорожного движения, но и чревата, конечно, негативными последствиями. Логика изучения любого психологического явления или процесса предполагает прежде всего знание сущности явлений. То есть, другими словами, а что мы изучаем? Что это такое? Далее, второй блок. А как это явление, как эта сущность проявляется в системе внешних и внутренних признаков? Ну и, наконец, а какими методами, точнее, какой системой методов, можно эти признаки выявить, изучить, чтобы сущность явления была охвачена полностью. Итак, приступаем к изучению ощущений, как они выявляются, какие есть возможности у психологов по их изучению. Прежде всего, мы должны определить, а в чем же сущность ощущений? Это, прежде всего, процесс отражения в психике человека отдельных свойств и качеств предмета и явлений окружающей действительности при их непосредственном воздействии на органы чувств человека. Вот запишите это определение и особое внимание обратите на термины. Это отдельные свойства и качество предметов и явлений. Из отдельных качеств, предметов, явлений в последующем будет создаваться целостный образ окружающего мира. Но вначале у нас как бы функционируют отдельные органы чувств. Мы чувствуем мягкое и твердое, теплое и холодное, гладкое и шероховатое. И вот из комбинации различных ощущений в последующем и будут создаваться восприятия и более сложные психические процессы. Но психологу чаще всего приходится начинать именно с изучения отдельных видов ощущений. Во-первых, надо знать, какие виды ощущений являются как бы основными и главными, которые формируют образ. С другой стороны, надо знать, как они проявляются. И затем уже на эти проявления и нацелить методы психологического исследования. Итак, виды ощущений. Ведущими являются зрительные ощущения. Недаром говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Зрительный анализатор дает нам очень много информации об окружающей действительности. Зрительные ощущения проявляются каким образом? Когда раздражитель воздействует на орган чувств или в целом на рецептор. И в мозгу человека образуются связи, зависимости между явлениями, которые отражались ранее при зрительных восприятиях. Аналогично слуховые, в результате различных действий, движений, формируются двигательные ощущения. Вот насколько они точны, насколько они соответствуют данной обстановке, психолог как раз и выявляет. И особенно двигательные ощущения нужны для тонкой ручной работы, для спортивной деятельности. Далее, это ощущение положения тела в пространстве. То есть, наш вестибулярный аппарат является как бы тем органом, который контролирует положение нашего тела. И вот это ощущение очень важно для многих профессий. Но, например, и космонавты, и летчики обязательно должны четко себя контролировать, в каком бы положении относительно поверхности Земли они не находились. То есть, чувствовать себя, свое тело, свое положение для того, чтобы координировать в последующем свои действия. И вот последним пунктом здесь написано. Ощущения координации движений. То есть, насколько они точны. Следующие виды ощущений. Вкусовые. Вкусовые ощущения, прежде всего, важны для того, чтобы воспринимать и сладкое, и горькое, и кислое, и соленое. А вот тонкость вкусовых ощущений, ну, нужна прежде всего для тех, кто дегустирует те пищевые продукты, которым в последующем мы с вами употребляем. Обонятельные. Конечно, у животных обоняние более сильно выражено, более сильно развито. Человек утратил некоторые свои способности. Но, тем не менее, запах духов мы с вами различаем. И дегустаторы как раз вот духов, им нужно очень тонко чувствовать различия в различных видах одеколонов, духов, чтобы отличить с одной стороны, а с другой стороны определить их качество. Каждый из нас болевые ощущения испытывал в той или иной мере. И поэтому тоже такие виды ощущений есть. Они замеряются для, прежде всего, лечения больных. Температурные ощущения. Они также являются очень важными. Дело в том, что диапазон температур, который выдерживает человек, значительно ограничен. Есть ощущения органические, вибрационные и другие ощущения. Итак, ощущения, во-первых, возникают в результате преобразования специфической энергии раздражителей в энергию нервных процессов организма. То есть, как бы внешнее переходит во внутренний план. Ощущения находятся в нас самих и проявляются. Во-первых, как раздражение соответствующего анализатора. Как информация о воздействии на органы чувств человека, отдельных свойств и качеств предмета, и явлений окружающей действительности. И как переживание своего отношения к ним. Вот эти проявления психологу и необходимо фиксировать. Какие-то из них проявляются внешне. Такие, например, как переживания, внешне не проявляются. Напрямую. Только по отдельным чертам в мимике, пантомимике мы можем судить об отдельных ощущениях. Но о некоторых переживаниях испытуемый может нам поведать, рассказать. Или с помощью каких-либо тестов мы можем создать как бы условия, в которых он нам раскроет свои ощущения, их специфику. И вот поэтому и необходимо, с одной стороны, знать сами признаки ощущений, а с другой стороны и нацеливать на них соответствующие методы. Все вот эти процессы, сопровождающие ощущения, можно выявлять и замерять. А для этого необходимо, прежде всего, констатировать наличие того или иного раздражителя, воздействующего на какой-либо орган чувства. Второе. Это измерять величину раздражителя, который вызывает ощущения. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание. То есть, мы не само раздражение анализатора замеряем, а именно, в данном случае, величину раздражителя, который воздействует на органы чувства. И, как бы, косвенным путем определяем, а в каком случае ощущение есть, в каком случае его нет. Как этот раздражитель оказывает воздействие на органы чувства в зависимости от силы самого раздражителя. Следующее. Эти процессы, сопровождающие ощущения, можно выявлять и замерять и по другим параметрам. Это измерить чувствительность органов чувств. И ее изменение под влиянием длительного воздействия раздражителя. Здесь очень важно иметь в виду, когда длительно воздействуют какие-то раздражители, мы настолько привыкаем, что перестаем их замечать. Например, входя в цех, где работают много станков, сначала мы ничего как бы не слышим. Этот звук нас оглушает. Постепенно мы адаптируемся к этому воздействию, начинаем замечать отдельные звуки, которые как бы не вписываются вот в этот фон, в эту гамму раздражителей. И начинаем уже слышать отдельные, значимые, прежде всего, для человека звуки. Это хорошее свойство нашего организма, вычленять из множества воздействующих раздражителей, те, которые важны именно для данного момента, для выполняемой деятельности. Второе. Обнаруживать взаимодействие и взаимовлияние органов чувств в процессе ощущения. Здесь очень важно также понять, что сила одного раздражителя может оказывать положительное или отрицательное влияние на проявление ощущений, которые вызвало другим раздражителям. Поэтому в одном случае некоторые ощущения, наоборот, усиливаются, в другом случае некоторые ощущения как бы пропадают, не осознаются в данный момент человеком. Поэтому мы сейчас с вами и посмотрим, а как же, какими методами можно выявить те основных три параметра, о которых мы с вами уже говорили. Итак, первое. Это измерение нижнего порога ощущений, то есть минимальной величины или силы раздражителя, с которой человек его начинает ощущать. В этом случае меняют силу раздражителя. То есть начиная с самого малого, когда нет ощущений, человек не слышит, не видит, не воспринимает другими органами чувств. И вот первоначальный момент, когда он это ощущение как бы прочувствовал, то есть оно начало функционировать, и начинается фактически замер. Вот вам дается пример. К каждому из двух участников по очереди приближают часы и дают вот такую инструкцию. В тот момент, когда вы впервые услышите звук, скажите «Есть» или там стукните карандашом по столу. Последовательность предъявления стимула повторяют в одном опыте от 6 до 15 раз. И вот здесь меряют либо яркость света, либо по децибелам громкость звука. И вот на основе этого и устанавливают. А какой же нижний порог восприятия конкретного человека? Ну, нам надо не просто замерить, но и как-то эти результаты проинтерпретировать. Для этого я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на следующую таблицу. Итак, результаты замеров. В левой колоночке это попытки. Первая, вторая, третья, энная. Появление ощущений. Ну, в данном случае, когда приближали часы, ощущения появились на расстоянии 0,6 метра или 60 сантиметров. При первой попытке, во второй попытке, немножечко позже. И при третьей попытке, уже с расстояния всего 40 сантиметров. Замеряются и когда ощущения исчезают. Затем высчитываются средние величины появления, исчезновения, ощущения. И вот здесь показана формула. Нижний или минимальный. Порог ощущения измеряется. Последующая формула, где Е со значком Н, как раз и показывает нам нижний порог ощущений. Далее берется разница между средними величинами и делится на 2. Так как мы выявляем два параметра и на основе сравнения их как бы даем и интерпретацию. Здесь очень важно знать, что чем ниже минимальный порог, тем выше чувствительность органа чувств. Теперь переходим к другому параметру, где измеряется будет верхний порог слуховых ощущений. То есть сила раздражителя, за которой прекращается ощущение. Возьмем тот же пример с часами. Но необходимо поднести часы к уху и постепенно отдалять их от испытуемого. Если в первом случае мы приближали, то здесь мы их отдаляем. И вот когда он впервые перестанет ощущать звук, он должен сказать нет или подать иной сигнал. Здесь также опыт повторяют от 6 до 15 раз, чтобы потом рассчитать среднеарифметический результат. Итак, у нас уже будет второй замеренный параметр. А что будет между ними? На самом деле это диапазон ощущений. Он тоже может колебаться. И чем этот диапазон выше, тем ощущения более богачи. Мы не слышим ультразвук. Мы не видим инфракрасный и ультрафиолетовое излучение. Но тем не менее, вот по тому диапазону, который нам отвела природа, мы все равно друг от друга отличаемся. Пусть может быть и не очень значительно, но все же вот эти тонкости в различиях позволяют многим людям профессионально специализироваться именно в тех профессиях, где требуются развитые и нижние, и верхние пороги ощущений. Итак, как же замеряется и интерпретируется в последующем верхний, то есть максимальный порог ощущений? То есть мы берем попытки, замеряем на расстояние, на котором появились ощущения, затем расстояние, на которых они исчезли. И вот здесь, обратите, пожалуйста, внимание, средние арифметические величины уже суммируются. И делятся на два основных параметра. Вот теперь средняя величина от появления до исчезновения ощущений свидетельствует о диапазоне ощущений человека. Третья группа методов – это методы определения разностных порогов чувствительности. То есть минимальной величины между двумя раздражителями, которую человек еще замечает. Прежде всего рассмотрим на примере изменения разностного порога слуховых ощущений. Пример. Необходимо поднести часы к уху на определенное расстояние и, перемещая их дальше или ближе, спросить. Скажите, когда тиканье часов станет либо тише, либо громче? И вот когда впервые будет замечено изменение звука от исходного состояния, это и будет разностным порогом. То есть, другими словами, человек впервые заметил вот ту добавку к раздражителю, которая может у разного человека составлять различную величину. Вот эта тонкость слуховых или иных ощущений, она играет очень важную роль в профессиональной деятельности. Ну, представьте себе музыканта, у которого как раз вот эти тонкости в различии звуков должны быть, ну, как бы развиты до очень высоких характеристик. Итак, можно сделать уже вот вывод по этому излучаемому параметру. Чем меньшую добавку к силе раздражителя ощущает человек, тем больше оттенков замечает человек в изменении раздражителя. Обычный человек в ткани одного цвета, ну, например, черного, может ощущать разницу четырех-пяти оттенков, а вот профессионал двадцать и более. Вот этот уже небольшой пример показывает, насколько велики различия в ощущении вот этих тонкостей в силе раздражителя, которые оказывают влияние на наши органы и чувства. Ну, а какие же есть другие методы, например, аппаратурные, для того, чтобы можно было замерить вот те основные три параметра, о которых мы с вами говорили. Итак, методы измерения абсолютных и разностных порогов чувствительности. В практике иногда применяется глазомерная линейка Петрова. Это очень простой прибор, состоящий из небольшой подставки, простой линейки и фиксатора. Здесь очень важно, чтобы человек мог определять, с одной стороны, если нужно разделить на две части, равные, передвигая фиксаторы от центра вправо или влево, человек определяет, а величины от средины к А или от средины к Б, они одинаковые или разные, и насколько это разные. Итак, на основе вот этой линейки можно уже измерять разностный порог зрительных ощущений, когда, допустим, два отрезка воспринимаются как равные, а на самом деле они имеют определенное отклонение, и вот по этим отклонениям судят, насколько точно воспринимается разница между отрезками, и это как раз и будет разностным порогом зрительных ощущений. Итак, задание. Установить движки на линейке на определенном неравном расстоянии от средней отметки и предложить испытуемому сравнить на глаз оба отрезка, а затем постепенно уменьшить один из отрезков и снова предложить испытуемому определить тот момент, когда расстояние между движками окажется равным. Испытуемый может видеть, а может не видеть, что психолог перемещал сами фиксаторы или движки. Но иногда получается даже так. Психолог лишь только дотронулся до движка, не меняя расстояние. Испытуемый же воспринимает уже ранее равные отрезки как неравные. Или наоборот. Психолог передвинул на какое-то расстояние движок, а испытуемый на глаз не замечает вот этой разницы. И вот когда впервые он ее заметит, это уже и будет порогом разностного восприятия, как раз, извиняюсь, ощущения, что дает возможность по сравнению отрезков определить, а какова же истинная величина вот этих расхождений. Итак, данные опыта заданы в первом опыте 10 сантиметров. Испытуемый говорит, что расстояние примерно 10,5 сантиметров. То есть он допускает ошибку больше на 0,5 сантиметров. Второй опыт ему задается, например, 11 сантиметров отрезок. Он его воспринимает как больший, то есть 11,2, то есть уже на величину несколько меньшую, чем ранее. То есть эта ошибка составляет всего 0,2. При третьем опыте ему задают отрезок уже другой величины. Он его воспринимает несколько меньшим истинного, то есть ошибка в данном случае составила минус 0,7. Затем выявляется средняя ошибка и рассчитывается разностный порог. Как же осуществляется расчет? Прежде всего определяется процентная точность измерения длины отрезка. Для этого используется следующая формула, где сама точность определяется буквой Т. 100 в данном случае является постоянной величиной. Минус С2 умножить на 100 и разделить на С1. Где С1 это сумма отрезков, предъявляемых исследователем. То есть, другими словами, это истинная величина отрезка. А уже С2 это сумма ошибок, испытуемого в данном случае в миллиметрах. Вот на основе мы подсчетов и данной формулы имеем возможность определить, а насколько точно воспринимаются вот эти длины отрезков. Расчеты. Сумма отклонений, независимо от знака плюс или минус, делятся на количество опытов. Полученная величина как раз и будет характеризовать порог развлечения испытуемым длины отрезка. Вот видите, оказывается, имеются и некоторые аппаратурные методики, пусть может быть несколько упрощенные, но тем не менее, позволяющие определять степень различий вот этих трех, как бы, основных величин у различных испытуемых. Особенно это важно для спортивной практики. И вот в спортивной практике часто используются некоторые другие аппаратурные методики. Давайте ознакомимся с ними. Итак, методы измерения абсолютных и разностных порогов, применяемых и в спортивной практике. Например, изменение разностного порога ощущений амплитуды движений. Для этого используется кинематометр шульте, который предназначен для измерения амплитуды движений в лучезапясных суставах. То есть, необходимо несколько раз отклонять на какую-то величину стрелочку, а затем, несмотря уже на этот прибор, только за счет мышечных ощущений стараться передвигать ее именно на это расстояние. и так дается задание с закрытыми глазами выполнить три раза движение определенной амплитуды. Постараться запомнить ее. То есть, вот этот угол, на который отклоняется стрелка, который как бы по краю даст нам возможность определить именно то расстояние, на которое нужно отклонить ее. Постепенно отодвигать ограничитель на 0,5-10 единиц до того момента, когда испытуемый заметит разницу новой амплитуды по сравнению с эталонной. И чем меньше величина, которую он замечает в новом как бы расстоянии или в новом угле, который установил психолог, тем более тонкий у него двигательные ощущения. В спортивной практике, конечно, это добиваются длительной тренировкой, но вот подобные приборы, они как бы помогают тренеру и спортивному психологу выработать настолько тонко двигательный навык, что величина различия очень и очень небольшая, то есть колеблется от средней статистической незначительно. Есть и другие приборы, давайте мы тоже с ними ознакомимся. Следующий это кинематометр Жуковского. Он предназначен для измерения амплитуды движения в локтевых суставах, то есть принцип остается тот же. Здесь необходимо отодвигать на определенную величину, а затем психолог перемещает указатель и сам испытуемый должен заметить вот тот момент, когда установленная величина отклоняется от той как бы привычной, которая сформировалась в процессе трех пяти опытных движений. Далее, для измерения амплитуды движений в голеностопных суставах был в свое время предложен педальный аппарат Шульте. то есть ногой испытуемый нажимает на педаль, стрелка отклоняется на определенный угол. Здесь психолог может поставить фиксатор и также испытуемый должен делать движение на тот угол, который он считает эталонным по сравнению к тем тренировочным, которые сделал как бы в начале. Вот теперь можно перейти и ко второму вопросу уже выявления восприятия человека. Ну, вы из курса общей психологии знаете, что восприятие это не простая сумма ощущений, а это сложное их взаимодействие. Но выявляя особенности отдельных ощущений, мы имеем возможность сопоставлять их для того, чтобы смотреть, а насколько формируется правильный целостный образ окружающего мира. То есть здесь как раз есть возможность посмотреть, а насколько полно, объемно восприятие, все ли человек воспринимает или не все, что необходимо ему фиксировать, насколько он ориентируется в той обстановке, в тех раздражителях, которые на него воздействуют. Итак, обратимся сначала к определению. Восприятие по своей сущности это отражение в сознании человека предметов и явлений во всей совокупности их свойств и качества. Когда речь у нас шла об ощущениях, там мы говорили, что сущность их состоит в отражении какого-то одного свойства, качества. Здесь же речь идет уже о совокупности. В результате взаимодействия с координированной работы нескольких анализаторов складывается целостная картина мира. то есть осмысленный образ, включающий комплекс различных ощущений, приписываемых человеческим сознанием предмету, явлению, процессу. Итак, речь идет о целостной картине, о целостном образе. А нам необходимо знать, как этот целостный образ может проявиться, с помощью каких методов можно выявить, насколько этот образ целостный, и для этого необходимо знать основные свойства и качества восприятия. Вот сейчас мы как раз и рассмотрим основные свойства качества восприятия, на которые в последующем необходимо нацеливать методы исследования. Итак, прежде всего выявляются следующие свойства и качества восприятия. Это целостность образов и адекватность восприятия предметов и явлений окружающего мира. Неадекватность может свидетельствовать о том, что человек воспринимает то, чего нет. Это маскировка, это иллюзия. Далее, ну, например, глазомер на плоскости. это восприятие пространства, время. Одному человеку для того, чтобы запомнить дорогу от одного объекта к другому, например, в городе, достаточно пройти всего один раз. И он уже ориентируясь под тем раздражителем, которые воздействовали когда-то на его органы чувств, легко может ориентироваться в обстановке. А другому надо это сделать не один, а несколько раз. И вот в этом случае можно говорить, что у одного восприятие в данном случае характеризуется лучшими качествами, чем у другого. Итак, целостность восприятия. Для детей часто используется методика, которая называется разрезные картинки. Она предназначена для выявления наличия целостных образов и предметов окружающего мира и их адекватности. Ну, скажем так, для трех-четырех летних детей используются картинки, разрезанные на две четыре части, а для детей четырех-шестилетних разрезанные на четыре шесть частей. Вот как раз перед вами картинки, разрезанные на две четыре части. Дело в том, что когда мы видим какой-то объект, ну, например, машина за домом, хотя мы видим пол машины или одну треть, мы не говорим, что там находится пол машины, мы говорим, что там находится машина. То есть мы воспринимаем даже невидимый в данный момент полностью объект как целостный, на основе нашего прошлого опыта. Вот так же и дети, и взрослые, воспринимая отдельные фрагменты объектов, создают из них целостный образ. Вот мы сейчас снова обратимся к разрезным картинкам. Если эти картинки разрезать и перемешать их, все равно ребенок, видя отдельные детали, уже создает себе мысленный образ как бы продолжения части картинки. И вот этот образ продолжения, концептуальный образ, дает возможность ему искать как раз то, что необходимо. чаще всего дается вот такая инструкция, посмотри внимательно на эти карточки, как ты думаешь, что это такое, какой предмет на них изображен, а теперь сложи эти карточки так, чтобы получился названный тобой предмет. Результаты решения заданий таковы, наличие у ребенка целостного образа предметов и время их складывания. Естественно, чем быстрее ребенок сложит эту картину, тем лучше у него восприятие этой картины как целостной, то есть он по отдельным фрагментам сразу составляет целостный образ. для взрослых картины, конечно, более сложные. Вот перед вами задание. Определить как можно больше различий в предлагаемых рисунках. Посмотрите, пожалуйста, от чем эти рисунки отличаются друг от друга. и вы должны заметить, что здесь различий довольно-таки много. рисунков. А теперь давайте попробуем проанализировать вместе. Итак, что мы видим на этих рисунках? во-первых, на одном рисунке есть какой-то предмет, который летит, а на другом его нет. Теперь смотрим сложенная, видимо, дровница на одном рисунке, а на другом ее нет. Теперь начнем анализировать колодец. колодец журавлю у одного из них есть ведро, а в другом месте его нет. Есть типа лавочки что-то, а на другом нет. Теперь рядом с телегой в одном случае показан предмет, напоминающий лавочку, в другом случае лестница. И вот мы сравнивая как бы предметы переносим восприятие одного объекта на другой и видим, что эти восприятия не совпадают. Есть различия. И вот эти различия и дают нам возможность правильно ориентироваться в обстановке и находить то новое, что появилось в результате изменения ситуации. Это очень важное качество человека, которое дает ему возможность постепенно формировать как бы творческие способности, анализируя различные изменения в обстановке. Ну, а некоторые люди просто проходят и этого не замечают. Теперь к другому заданию перейдем и рассмотрим, а насколько точно мы воспринимаем, ну, например, отрезки по их длине. Итак, восприятие величины отрезков и точек их пересечения. Вот здесь предлагается задание разделить отрезки на 2, 3, 4 равные части. Допустим, мы ставим черточку, деля отрезок на 2 или более частей. А затем линейкой уже измеряем. А насколько нам удалось точно разделить эти отрезки? Чем они отличаются? Какова величина этого отличия, ну, например, в миллиметрах? Результатом является процентное отклонение от истинного результата. То есть истинный результат берется за 100%, ну, а величина отклонения это та ошибка, которая допущена испытуема. Второе задание более сложное. Здесь надо поставить мысленно сначала в вершинах треугольников точку. Вы видите, что треугольники недорисованы. Специально для того, чтобы определив мысленно, где находится точка пересечения сторон треугольника, затем уже определив это место, поставив карандашом или ручкой точку. Продлить в дальнейшем линии до их пересечения и определить, а истинная точка пересечения насколько будет отличной от той, которую вы поставили раньше, мысленно воспринимая как продолжение сторон и точку возможного пересечения. Вот здесь результатом является отклонение точки от истинной вершины треугольника, которая будет исчисляться либо в процентах, либо в миллиметрах. теперь восприятие угловых величин. Здесь требуется небольшое пояснение. Мы обычно принимаем за прямой угол угол 90 градусов, то есть одна линия идет вверх, другая вправо и как бы по угловой величине, по перпендикуляру ориентируемся, что в данном случае исчисляя по ходу часовой стрелки мы измеряем угол. Вот в данном случае этот угол где-то будет в пределах 45 градусов. Острый угол. А дальше уже некоторые есть углы более 90 градусов. Вот здесь и важно замерить острый тупой угол. Результатом здесь и будет отклонение от истины угла и чем меньше вот это отклонение, тем выше точность восприятия. Попробуйте воспринимая на глаз определить а каковы углы вот у этих данных фигур. Следующее задание это задание на восприятие временных отрезков. определить пробежуток времени между первым и вторым ударами карандаша по столу руководителя занятия. Вот мы сейчас с вами и продемонстрируем насколько развито у вас чувство времени. Итак, я начинаю про себя отсчитывать отрезок времени. от сигнала первого до второго сигнала поданного рукой вы попробуете замерить а сколько времени прошло на самом деле. Итак, начинаем. вы запишите себе сколько времени прошло от первого до второго сигнала. А теперь давайте сравним. Я продемонстрировал вам временной отрезок в 20 секунд. Сколько разница между вашим восприятием времени и моим. Отработанное чувство времени дает возможность ориентироваться а сколько еще осталось сколько еще есть времени для того чтобы сделать что-то или наоборот сколько времени для того чтобы еще отдохнуть. Так что мы временным отрезком так или иначе ориентируемся в нашей жизнедеятельности. здесь вот есть примечание величина отрезков дается вначале с нарастанием например 7 15 и так далее секунд а затем в разброс например 45 9 17 4 и так далее то есть это дает возможность как бы выработать время на разные количества секунд. Результат обследования занести в таблицу и так истинное время время по версии обучаемых и на основе сравнения этих величин мы можем определить разность в оценке. Задание второе оценка точности восприятия времени производится с помощью обычного секундомера. Экспериментатор дает строго ограниченный отсчет времени например 15 секунд обозначая ударом карандаша начало и конца временного отрезка. Испытуемый должен включить и остановить секундомер воспроизводя указанный интервал времени. Вот так постепенно такими тренировками и отрабатывается чувство точного отрезка времени. А определяется процентная величина по следующей формуле. Итак, процентная величина точности оценки интервала времени определяется по следующей формуле. где неизвестные нам величины С2 это сумма разности от времени предъявляемого или сумма ошибок испытуемого в секундах и С1 это сумма отрезков времени предъявляемых экспериментатором. И чем меньше величина отклонений тем фактически более точное восприятие. Теперь переходим к следующему третьему заданию. Итак, задание третье. Без строгого ограничения счета времени например экспериментатор предъявил вот такое-то количество секунд. Суммарно это составило 89 секунд. Испытуемый воспроизвел эти интервалы времени с ошибками. В первом случае на секунду больше, во втором случае также на секунду больше, в третьем случае ноль и так далее соответственно. То есть фактически вот за все эти предъявления у него накопилась ошибка в 10 секунд. Мы в данном случае не учитываем знак. И вот на основе данной формули мы можем определить, что фактически точность восприятия временных отрезков составила 88 и 0,8%. Для точности восприятия и оценки ее в баллах используются следующие таблицы, где по процентной точности оценки интервалов времени определяется сколько фактически от 100 процентов правильно воспроизвел человек и осуществляется этот перевод оценки уже в баллы. Теперь давайте посмотрим, как выявляются пространственные восприятия. Цель определить, насколько целостно испытуем может воспринимать картины мира и создавать из них осмысленный образ. Итак, задание первое. Мысленно, не рисуя, необходимо представить, на сколько частей делят квадрат две диагонали, проведенные из угла в угол. Итак, вы себе мысленно представляете квадрат. Теперь так же мысленно проводите две линии из противоположных углов. Значит, точка их пересечения где-то будет в среде. Итак, сколько частей у нас получилось в этом случае? вот ответ. Конечно, это задание простое. Мы видим здесь четыре части. Следующее задание. на сколько частей делят квадрат взаимно перпендикулярные линии, пересекающиеся внутри его. Ответ показан на данном слайде. То есть, все равно, в каком бы положении не пересекались две линии между собой. Если точка их пересечения находится в центре прямоугольника, то все равно четыре части. Переходим к более сложным заданиям. На сколько частей делится равносторонний треугольник, из вершин которого опущены перпендикуляры? Здесь основное условие таково. Не надо рисовать, а надо представить себе мысленно. Итак, сколько целостных треугольников, не наложенных друг на друга, будет в этой фиоре? Давайте посмотрим на ответ. Вот здесь в ответе показано, что всего их будет шесть. треугольников, мы не берем во внимание треугольники, которые накладываются в этом случае друг на друга. В этом случае будет как бы еще четыре треугольника. Следующее. Сколько треугольников в этих фигурах? то есть здесь уже надо все треугольники посчитать, как имеющие целостные целостную конфигурацию, так и наложенные как бы друг на друга. Следующее задание очень интересное, но не всегда студенты его правильно решают. Итак, часы показывают пять часов сорок пять минут. Мысленно представьте это время по часовым стрелкам. Смотреть здесь на часы не разрешается. Здесь сразу надо подумать, а пять часов это где маленькая стрелка находится и сорок пять минут где находится большая стрелка. А вот теперь мысленно поменять местами стрелки и определить, а какое время при этом будут показывать часы. И запишите себя. Далее четыре часа двадцать пять минут поменять местами стрелки и посмотреть сколько будет времени. Два часа сорок минут тоже поменять местами стрелки посмотреть сколько будет времени. И десять двадцать сделать аналогично. А теперь давайте сравним ваши результаты с ключом. Итак, когда часы показывают пять часов сорок пять минут, при обратном расположении стрелок они будут показывать девять двадцать пять, в другом случае это пять двадцать, в третьем восемь часов десять минут, и в четвертом случае три часа пятьдесят минут. Вот и сравните свои результаты с этими данными. ошибки восприятия иллюзии. Причинами иллюзии могут быть наложение объекта на фон, когда трудно различить, где кончается объект, начинается фон, они сливаются, и поэтому появляются ошибки. Иллюзия контраста, непонимание смысла воспринимаема. Меняющийся рельеф, двойственные изображения и другие. Вот перед вами иллюзия меняющегося рельефа. В одном случае, если смотреть на первую картину снизу, мы увидим два кубика, затем три кубика, а вот если смотреть сверху вниз, то уже воспринимаем по-другому эту картину. Здесь один кубик, затем два и затем три. Теперь лестница шредера. Здесь необходимо как бы осуществлять движение зрительного восприятия с разных сторон. С одной стороны и с другой. вот если мы смотрим как бы отсюда, мы видим одну картину, что это лестница, а когда смотрим снизу вверх, мы как будто меняющийся рельеф на потолке увидим. Следующее это иллюзия двойственного восприятия. мы видим, что с одной стороны это как бы три параллельных предмета, которые потом постепенно переходят в прямоугольные бруски, но один куда-то исчезает. Такую картинку можно нарисовать, но такую картину сделать материально невозможно. И здесь создается иллюзия восприятия. Далее одна и та же картинка только перевернута на 180 градусов относительно другой картинки. В одном случае это улыбающееся лицо, в другом случае лицо угрынуло. Здесь фактически все линии параллельны. А когда они перечеркнуты линиями, мы воспринимаем каким образом? Как будто здесь они сходятся, а здесь расходятся. Вот это и показывает, что когда фон и объект взаимодействуют, происходит искажение восприятия. Аналогичная картина и здесь. На самом деле эти линии параллельны. А как они воспринимаются? Следующая картина. Здесь вопрос встает следующим образом. Является ли линия Б продолжением линии А? Здесь надо мысленно посмотреть, а совпадают ли эти линии или нет. Вот эта иллюзия была предложена Покендорфом и заключается в том, что при целостном восприятии как бы вот это продолжение линии исчезает. На самом деле мы считаем, что продолжением линии от Б к А является вот эта линия. Но это не так. Если мы приложим линейку, то линейка нам покажет, что продолжением как раз и является вот эта линия Б по отношению к линии А. Иллюзия Миллера Лера. Здесь задание следующее. Сравнить сначала отрезки А и Б, а затем А1 и Б1. Смотрим на отрезки А и Б. Они нам кажутся равными, они на самом деле равны. Когда же к ним пристроили стрелочки, как они воспринимаются? Нам уже кажется, что А один отрезок уменьшился, а отрезок Б один увеличился. А на самом деле они остались равными. Перед вами двусмысленные картинки Борина. Вот если мы смотрим вот по стрелочке, которую я веду, вот с этой стороны, мы видим молодую девушку. Когда мы смотрим вот отсюда, мы видим старушку. то есть наше восприятие двойственное за счет колебания внимания. Вот другая картина, когда мы можем одновременно наблюдать и два профиля, и вазу, которая здесь как бы изображена. Что показывают исследования? Они показывают 160% испытуемых. Как правило, первой видят молодую женщину, а вот остальные 40% старую. Следующая картинка, картинка, конечно, шуточная, она тоже представляет из себя одну и ту же картину, только перевернутую на 180 градусов. В одном случае ее так в шутку называют жена дома, то есть извините, жена на работе, а здесь жена дома. Далее создается энциклопедия невозможных фигур, которые можно нарисовать, представить на плоскости, но в натуральную величину сделать невозможно. треугольник пенроуза. А если действительно сделать из материала кубики и начинать их приставлять друг к другу, то фактически угол вот этот должен быть 90 градусов. Но и эти представленные должны составлять угол 90 градусов, и эти 90 градусов, тогда они никогда не сойдутся. А в данном случае мы видим, что они на рисунке сошлись и как бы создают у нас иллюзию треугольника. следующее, тоже бруски нарисованные на плоскости не могут быть созданы из материала, чтобы они вот так вот нам воспринимались. Теперь интересные также невозможные фигуры. Полтора бруска. Вот мы ведя взгляд слева направо видим два бруска, а потом исчезает, появляется один и его тень. Нарисовать можно, сделать нельзя. Вот другие аналогичные фигуры, которые можно только нарисовать, но нельзя делать натуральную величину. Другие эффекты. Эффект исчезновения недорисованного элемента. То есть согнутый лист из какого-то материала и якобы змея через него проползает. Но мы видим, что это невозможно, потому как тень, фон переходит в объект, а объект превращается в фон на данном рисунке. Далее, эффект исчезновения также недорисованного элемента. здесь два объекта, здесь один объект, а игра как бы светотени показывает нам, что форма того объекта, на котором они качаются, воспроизведена быть не может. следующий также шуточный элемент показывает нам также эффект недорисованного элемента. То есть в месте как бы сочленения происходит перемешивание объекта и фона. Здесь три человека несут круглые бревна, а уже сзади два и прямоугольные. Конечно, такого быть не может. Вот кратко третий вопрос уже изучения особенностей воображения. Воображение это прежде всего внесение нового в представление. То есть вот здесь произошла как бы комбинаторика. С одной стороны это лошадь и с другой стороны это воин. Скомбинировав получился кентавр. Задача мысленно себе представить вот именно движение автомобиля. Из пункта А выехал автомобиль и проехал 10 километров на запад. На запад это куда? То есть это вправо на расстоянии 10 километров. Затем повернул на юг и проехал тоже уже 20 километров. После чего проделал 10 километров на восток потом 10 километров на север и наконец 10 на запад. И что получилось? И вот если мы возьмем вот это место за пункт А получилась вот такая картинка. Она будет и решением задачи. Выяснить некоторые особенности творческого воображения выраженного в словесной форме. Как это делается? Например, испытуемые прослушивают начало рассказа. Темнело, шел нужный нудный дождь, на трамвайной остановке под зонтиком стояли две девушки, они о чем-то тихо разговаривали, вдруг необходимо придумать продолжение и окончание рассказа. Дается десять минут времени и потом самое главное определить, а насколько целостный получился рассказ. В качестве критерия оценки используются как раз показатели законченность рассказа, яркость, оригинальность образов, необычность поворота сюжета, неожиданность концовки и так далее. Вторая задача проследить особенности творческого воображения. Записываются слова и необходимо составить логически связанный рассказ. Время дается всего десять минут. То есть вот подобные как бы задания дают возможность нам смотреть, а насколько человек способен создать какое-то новое творческое воображение. Давайте посмотрим и другое задание. Например, третье. Выяснить особенности творческого воображения. Вот ход задачи. Испытуемым предлагается начертить тетради кружок диаметром два сантиметра в центре чистого листа, а затем прибавить к нему сколько угодно штрихов, чтобы получилось осмысленный законченный рисунок предмета. Дается время и человек как бы составляет вот из этих рисунков, которые у него как бы есть в голове, добавляет их к этому кружку и получается что-то осмысленное. И чем человек быстрее это сделает, чем может больше он скомбинировать из разных фигур какое-то осмысленное изображение, тем лучше. Ну и в окончании нашего занятия мы решим некоторые шуточные задачи. Итак, решить необходимо задачу. Мужик купил лошадь за 6 тысяч рублей, продал ее за 7, потом купил за 8 тысяч, продал за 9. Сколько он заработал денег? Вот и попробуйте мысленно определить результат вот этой купли продажи. И следующая шуточная задача. Полторы курицы за полотра суток несут два яйца. а сколько яиц несут три курицы за двое суток. Здесь вам предлагается один из возможных вариантов начального решения вот этой задачи. вот это и даст возможность как бы проследить а насколько у вас творческое воображение присутствует вот в решении этих задач. А теперь переходим к нашим выводам. Итак, первый вывод. Ощущения и восприятие играют важную роль в профессиональной деятельности. И следовательно психолог практикующий в организации должен знать и уметь и применять методы их изучения и интерпретации. Второй вывод. Воображение развертывается на основе какого-либо исходного материала. Текста, чертежа, схемы, знак и так далее. Точность и яркость образа зависит от знаний человека, умения извлекать их из памяти, увязать задачи исходными данными. Воображение играет существенную роль в процессе усвоения знаний. Вот видите, мы как бы самые основные выводы сделали с вами на основе рассмотрения всех необходимых данных. Я вас благодарю за внимание. Лекция наша на этом окончена. До свидания. Редактор субтитров